Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем сегодня размышлять вместе с вами о Церкви. Когда мы открываем Библию, Слово Божие очень много идей открывает нам вообще по поводу Церкви. Но я сегодня вместе с вами хотел посмотреть еще на одно определение Церкви, на которое стоит обратить очень особое внимание и немножко об этом поразмышлять. Но перед тем, как мы будем читать Слово Божие, я бы хотел прочитать одну очень важную цитату. Это Памфил Данилович Юркевич, это русский и украинский философ, профессор, декан историко-филологического факультета Московского университета. Он однажды сказал эту очень важную вещь. Для всех вообще Церковь есть хранительница высшего нрава. Именно нрава, возвышающая над местными навыками, предрассудками, через идею человечества, образ жизни которого проистекает из союза его с Богом. Вот вдумайтесь в эти слова, насколько сильные. Многие сегодня не задумываются о том, что же такое Церковь, каково ее предназначение сегодня. Вот если внимательно вдуматься над тем, что сказал Юркевич по этому поводу, то смотрите, что выходит. Он говорит, Церковь есть хранительница высшего нрава. Дальше он использует старославянское слово «проистекает». По-русски это уже происходит. То есть это как вывод. Вывод из чего? Из союза индивидуального человека в Церкви с Богом. То есть Юркевич очень хорошо понимал предназначение Церкви в этом мире. И он очень четко говорит о том, что именно вот этого от Церкви сегодня ожидает увидеть весь мир. Но, увы, это жаль. Давайте вначале прочтем несколько отрывков Библии. Сразу будем обращать внимание на некоторые очень важные моменты в этих текстах. А потом выведем что-то общее, чтобы потом поговорить более основательно об этом. Когда мы открываем первую главу Ефесянам, послание апостола Павла, и мы будем читать с 19 стиха. Послушайте, что апостол Павел говорит. «И как безмерно величие могущества его в нас, верующих». Это он говорит о Церкви. «Подействуй державной силы его, которой он, речь о Христе, воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. И превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главой Церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Очень важный текст, особенно последний. То есть здесь апостол Павел говорит, что Церковь должна быть как тело. Но мы за тело уже говорили. А вот здесь интересная мысль сегодня, о которой мы больше будем говорить. «Полнота, наполняющего все во всем». То есть что мы здесь видим? Когда я смотрю внимательно на эти последние слова первой главы послания апостола Павла Кефесяна, то мы встречаем, во-первых, описание Христа и плана спасения, то есть в общем, во всем этом отрывке. И мы видим, что Бог возвысил Христа еще больше после того, что произошло на Голкофе. Это действительно, потому что это заслужено. И мы замечаем, что Бог делает Христа главой Церкви. А как же по-другому? И мы понимаем, что Бог готов теперь предоставить всякую свою силу Церкви в целом и каждому верующему в отдельности. То есть Бог хочет открыть массу возможностей, перспектив для каждого верующего, для каждой поместной Церкви, для всей Церкви в общем. Но вот эта сила, она может проявиться во всей полноте только в том случае, если каждый верующий, как часть его тела, будет ею пользоваться. То есть это не просто как обетование, это как ежедневный опыт, который должен происходить у каждого верующего и в Церкви в целом. Еще один отрывок, тоже хотелось бы прочитать на эту тему. Это говорит апостол Петр. Второе послание Петра. Мы читаем первая глава с третьего стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удаливши от господствующего мира растление похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». А в ком нет всего тот слеп, закрыл глаза свои, забыл об очищении прежних грехов. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». То есть, что говорит нам апостол Петр вот в этом отрывке? Вот смотрите, с самого начала Петр говорит о той силе, которая доступна каждому верующему для достижения вечности. То есть, никто из верующих не может сказать, а это недостижимо. Второе, он говорит, вот эта сила, она сравнивается апостолам с обетованиями. То есть, если Бог пообещал, это самые твердые Божьи обещания. Со стороны верующего теперь ожидается взять их и применить в своей жизни каждый день. Причем это должно стать демонстрацией христианства. То есть, как на подиуме перед всем миром. И дальше Петр говорит, если это будет каждый день происходить в нашей жизни, то прописка в Новом Иерусалиме будет у каждого. Снова хочу вернуться к посланию Ефесянам. Интересное послание, только уже к четвертой главе, и снова прочитать несколько стихов. Четвертая глава с одиннадцатого стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». То есть, что апостол Павел здесь добавляет нам в этом отрывке. Но это Христос, как глава церкви, каждому верующему дает особые дары. И он хочет, чтобы каждый верующий старался их применить, чтобы церковь росла. То есть, используется вот эта идея созидания. Причем, вот этот рост ожидается от каждого в отдельности и от всех вместе. А теперь попробуем суммировать все сказанное и найдем нечто основное во всех этих отрывках. Вообще, что самое важное или центральный мотив во всех трех отрывках мы можем заметить. Вот обратите внимание, все трех отрывках говорят об одной очень важной идее, которая применительна к церкви. Именно ее Бог ожидает увидеть. Смотрите, весь план спасения, организация церкви, дары, которые даются Богом, каждому верующему, имеет вот эту цель, чтобы церковь сегодня могла демонстрировать полноту Христа. То есть, как эталон, чтобы это мир увидел, небо увидело. Вот это цель. И вот давайте попробуем на основании наших текстов выяснить два вопроса. Вот в чем это может проявляться и когда церковь сможет это продемонстрировать. Когда мы открываем наши отрывки, что вот эти тексты говорят по этим вопросам? Вообще, в чем конкретно проявляется полнота Христа в церкви? Давайте начнем сначала. Во-первых, Библия говорит, Христос – глава церкви. И как глава церкви, Он каждому дает особые дары. То есть, Бог сегодня от каждого верующего ожидает, что Он эти дары будет использовать, чтобы использование этих даров привело к росту, к духовному росту, к количественному росту, причем как конкретно верующая, так и церкви в целом. Теперь второй вопрос. Когда церковь может демонстрировать полноту Христа сегодня? А это может происходить только в одном случае, когда каждый верующий видит вот эту цель полнота Христа и идет к ней. Был такой товарищ, французский историк, королевский историограф Шарль Дюкло. Он однажды сказал, послушай, вдумайтесь в эти слова. Он говорит, знать цель, к которой ты стремишься, это рассудительность. Достигнуть этой цели – это верность взгляда. Остановиться на ней – это сила. Попасть далее цели – это дерзость. Мне кажется, когда я смотрю на цель, которую ставит перед нами Библия для нас сегодня, то мне кажется, мы мелко плаваем. Мы даже не мечтаем, мы не стремимся куда-то, о какой дерзости вообще речь. Давайте попытаемся это проиллюстрировать на конкретном примере. Вот возьмем такой пример. Вот когда вы видите кого-то на улице в инвалидном кресле, о чем вы в первую очередь думаете? Вот когда вы смотрите на этого человека, не важно, кто это – мужчина, женщина, взрослый, ребенок. Вот когда вы видите человека в этом инвалидном кресле, хотя сегодня не принято говорить, говорят, это неправильно, что он инвалид. Таких людей называют людьми с ограниченными возможностями. Хотя это определение ущербно, очень сильно, оно не отражает всей сути. Потому что, вот просто пример, если у человека отсутствует зрение, то есть есть масса опытов, что у человека очень сильно развивается, может развиться слух. у меня папа рассказывал о том, что у него в городе был один человек, который был полностью слепой, и он ходил без тросточки, он пел. Вы представьте, насколько такой слух, что он бурдюры замечает, ямы замечает, как эхолот работает. Есть люди слепые, которые настолько развиваются, тактильные органы, когда он щупает, что он может читать свободно обычную газету. Я понимаю, что для таких людей специально организовывают паралимпийские игры. Это такие международные соревнования, в которых участвуют люди с ограниченными возможностями. И вот интересно, когда собираются там такие люди, вот участвуя в этих соревнованиях, они не чувствуют себя какими-то ущербными. Вот для них, когда они встречаются с такими же, дружат, обмениваются опытами, делятся телефонами, разговаривают, общаются, то есть для них, вот они, когда находятся в этом коллективе, они не чувствуют себя ущербными. Но когда я смотрю сегодня на церковь в целом, я смотрю, что-то происходит подобное паралимпийским играм. О чем я хочу сказать? Вот вместо того, чтобы сегодня церкви каждому верующему отражать полноту Христа, мы видим очень слабые попытки некоторых нечто подобное изображать на практике. А вот теперь смотрите, когда мы смотрим на церковь, которая сегодня должна демонстрировать полноту Христа в этом мире, и кто-то в церкви не делает это опытом своей жизни, как можно назвать такую церковь, чтобы реально в церкви была продемонстрирована полнота Христа. Вы знаете, сегодня у верующих только три варианта, только три. Я бы хотел прочитать об этих вариантах. Интересные слова. Это в последней книге Библии мы читаем такие слова. Это третья глава книги Откровения. Это Христос говорит, знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то выплюну, в оригинале такое слово используется, тебя из уст моих. Мы говорим, только три варианта есть, только три. Или человек окончательно остывает, то есть для него еще может быть шанс снова обратить его в истину. Или человек все больше и больше в движении и становится горячим, то есть человек не может сидеть без дела, он выполняет Божью волю в этом мире. И третий вариант, это самый печальный, вот такой теплый верующий, то есть говорят, ни рыба, ни мясо. Библия говорит в оригинале, Христос его просто выплюнет, то есть человек выпадет из рядов спасенных. Вы задумайтесь об этом. И вот апостол Павел описал в свое время свой опыт. Когда я читаю Галатам вторую главу, смотрите, что он говорит. Конец 19-20 стих. Он говорит, я сораспялся Христу и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Это его опыт. Все могли в то время видеть это в апостоле. Они могли замечать это в жизни, в его служении. А что происходит в церкви сегодня? Меня поражают слова апостола Павла, которые он сказал однажды, записано в Титу. Первая глава, мы читаем такие слова. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. О чем речь? Апостол Павел уже говорит о многих церквях даже в то время, говорит о том, что нет полноты Христа. Церковь это не демонстрирует. То есть дела об этом не говорят. То есть вот эти дела верующей и церкви в целом какой-то поместной, они могут говорить об обратном. Другими словами, нет полноты Христа. И далее, когда смотрим на церковь, апостол Павел прямо кричит. Смотрите, что он говорит в послании к Галатам. 4,19. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос? Другими словами, он задает вопрос, когда же церковь сможет отразить всю полноту Христа в этом мире? Когда? Этот вопрос касается не только церкви в целом, он касается каждого верующего, меня и вас, лично, причем прямо сейчас. Для кого-то это может показаться как вообще недостижимой целью продемонстрировать полноту Христа в своей жизни? Такие высокие стандарты, такие высокие или завышенные требования, но это смотря с какой стороны смотреть. Вот давайте попробуем подойти к этому вопросу с другой стороны. Вот скажите, пожалуйста, вот что конкретно нужно от человека, чтобы это в его жизни произошло прямо сегодня? Потому что завтра это в лексиконе сатаны. Именно поэтому лучше использовать слово сейчас. Вот как вы думаете? Вот давайте посмотрим на очень интересный ответ Библии именно по этой теме. Когда мы открываем первое послание фессалоникийцам, мы читаем такие слова. Пятая глава мы прочитаем с 23 стиха. Сам же Бог мира досветит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости досохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Посмотрите, что Павел говорит. Когда он говорит о полноте Христа в нашей жизни, он говорит, это не наше достижение. Оказывается, это Бог делает, это его право. Так возникает вопрос, а что мы зря столько времени об этом сейчас говорили? Вообще, что требуется от человека, чтобы вот это состоялось в его жизни сегодня именно? Вот именно по этому отрывку. Вот текст у вас перед глазами. Первое, апостол Павел говорит, надо услышать призыв Бога лично к вот этой цели. Дальше, второй шаг, он говорит, предоставьте Богу свой дух, душу и тело для этого преобразования. Третий шаг, причем сделать это просит, апостол Павел говорит, целиком, то есть нельзя это сделать частью или фрагментарно. И последний момент по этому тексту. Это должно происходить ежедневно, а все остальное сделает Бог. С одной стороны, кажется, это настолько просто услышать, сдаться и повторять каждый день. Три момента, такие простые. А с другой стороны, для многих людей это просто непосильная задача. Вот представьте, выбросить свои предрассудки, забыть о том, что мы можем что-то сами. А ведь мы реально это можем. У нас же много сил для этого, мы что-то умеем. И вообще, некоторые люди говорят, да пусть как оно было, так и будет. То есть они не хотят что-то менять в своей жизни. И вот смотрите, что интересно. Когда мы говорим об этой теме, Бог говорит, эта тема достижима. Бог этого ожидает от церкви. Это мир ожидает от нас, как от верующих, как от церкви в целом. Но перед каждым из нас есть выбор. Решать нам. Этого ждет Бог. Этого ждут люди вокруг нас. А решаем-то мы? Давайте задумаемся об этом. Это очень серьезная тема. Это серьезное ожидание и со стороны Бога, и со стороны мира. давайте помолимся об этом. Господи, мы приходим к Тебе и приносим сердечную благодарность за то, что Ты еще одну тему открыл от церкви, за то, что Ты рассказываешь о своих чаяниях, о том, что Ты ждешь от церкви. Боже, я благодарен за то, что Ты даешь все возможное, чтобы я, как верующий, чтобы церковь как в целом могла отразить всю полноту Твою. Боже, я благодарен за то, что Ты все делаешь для этого. Помоги, чтобы я со своей стороны откликнулся, захотел это и демонстрировал. Сделай это, Боже, опытом моей жизни, жизни моей церкви, потому что прошу во имя Твое. Аминь. В конце я хотел бы прочитать очень серьезное обетование. Апостол Петр во втором послании в первой главе с третьего по четвертый стих в современном переводе говорит такие слова. «Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Бога, призвавшего нас к собственной своей славой и добродетелю. Благодаря им он дал самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны божественной природе и избежали растления мирскими страстями. Аминь. Благодаря божественной 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 Продолжение следует...